Добрый вечер! Эфир канала БСТ продолжает Акиарская студия телерадиовещания. Выпуск новостей. С последними событиями из жизни района вас ознакомят наши корреспонденты и я, Александра Шемгулова. В зале заседания администрации района на минувшей неделе состоялось 13-е заседание Совета района Третьего Созыва. Более подробно в следующем репортаже. 18 февраля состоялось 13-е заседание Совета муниципального района Хайблинский район Третьего Созыва. В его работе приняли участие министр природы, пользования и экологии Республики Башкортостан Илдар Хадыев, глава администрации муниципального района Хайблинский район Раил Ибрагимов, депутат Государственного собрания Куралтай Республики Башкортостан Рустам Аблаев, заместители главы муниципального района, главы сельских поселений, руководители учреждений, организаций, предприятий и общественных организаций. Перед утверждением перечня вопросов, вносимых на районы заседания Совета депутатов, предшествовало обсуждение на Президиуме Совета, где детально были изучены предлагаемые вопросы, в ходе которых были отклонены два вопроса из-за недоработки программ. Согласно первому вопросу заседания, глава района Раил Ибрагимов выступил с отчетом о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района Хайблинский район. Второй вопрос повестки дня предусмотрел выступление председателя Совета муниципального района Вячеслава Суходолова с отчетом о результатах своей деятельности и деятельности Совета муниципального района Хайблинский район. Депутатами также были рассмотрены следующие вопросы о внесении изменений в решение Совета муниципального района Хайблинский район о 20 мая 2010 года, о подтверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном районе Хайблинский район, о стоимости движимого имущества, учитываемого в реестре муниципального имущества муниципального района Хайблинский район Республики Башкортостан, о муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Илдар Хадеев коротко рассказал об итогах социально-экономического развития Республики и остановился на экологическом состоянии района. Он вручил благодарственные письма детскому саду «Солнышко» села Бурюбай и учителя биологии школы села Бурюбай Марине Акбулатовой за активную работу в экологическом воспитании подрастающего поколения. Также Илдар Хадеев ответил на вопросы актива района. В целом, конечно, поставлена задача президентам достичь не только показателей в производстве, а и достичь хороших показателей в качестве жизни наших граждан. Охрана окружающей среды является важнейшей нашей задачей, и качество окружающей среды является тоже основным из составляющих, то, что мы называем качеством жизни. У нас есть общие задачи по решению задач с твердыми бытовыми отходами в Океане, проект, который не прошел экспертизу, который требует доработки. Поэтому мы просто будем взаимодействовать. Конечно, надо будет решать множество задач, связанных с отходами производства горнородных промышленностей. Поскольку шахтные подотванные воды, они сбрасывают большое количество загрязняющих веществ в каналы, эту проблему также надо будет решать в предстоящем году. Руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» в Хайвлинском районе Равкат Галимов вручил партийный билет «Единая Россия» Рустаму Аблаеву, депутату Государственного собрания Куралтая Республики Башкортостан. На заседании Совета глава района вручил почетную грамоту Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Арсену Булускарову, ученику школы номер 2 села Акьяр, который летом прошлого года спас утопающих на речке трех девочек. Исана Шемгулова, Зуфар Альбаев, Ильнар Карамбужин, Служба новостей. В пренвере Дня защитников Отечества в районе проводятся различные мероприятия, спортивные соревнования, встречи и концерты. В связи с этим представители Акьярского сельского совета, районный совет ветеранов и совет ветеранов Акьярского поселения поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. В Акьярском сельском совете проживает 12 ветеранов. Исана Шемгулова, Зуфар Альбаев, Ильнар Карамбужин, Сангулаз, Церинбал, Церинбал. Акьярский Сельский в России Исана Шемгулова, Зуфар Альбаев, Ильнар Карамбужин. 18 февраля в рамках проведения месячника по военно-патриотическому воспитанию в Акьярском горном колледже была проведена встреча с матерями, которые потеряли своих сыновей, посвященной 25-й годовщине вывода российских войск из Афганистана. На встрече присутствовали студенты Акерского горного колледжа имени Смогилы Тасимова, кураторы, в том числе преподаватели свое время, с честью отслужившие в рядах вооруженных сил нашей Родины. Сегодня мы проводим вечер встречи с матерями, сотрудниками нашего колледжа, которые воспитали настоящих защитников Отечества. Думаю, что этот вечер не оставит никого равнодушным и воспитает чувство патриотизма среди студентов нашего колледжа. В большинстве случаев хотелось бы в преддверии праздника Дня защитника Отечества поздравить всех тех, кто сегодня несет нелегкую службу в рядах российской армии, выполняя свой долг перед Родиной. Ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, ветеранов локальных войск, ветеранов боевых действий, пенсионеров Министерства обороны, также военнослужащих других родов войск, пограничников, военнослужащих внутренних войск, Министерства внутренних дел. Пожелать им всех благ, семейного благополучия, крепкого здоровья. С праздником, с наступающим праздником Днем защитника Отечества. По плану мероприятия встреча была начата с рассказа об истории событий в Афганистане конца 20 века глазами ее очевидцев и непосредственных участников. Рассказ сопровождался кадрами из жизни, видеосюжетами. Мероприятие началось с минуты молчания, посвященной погибшим воинам-сыновьям сотрудниц колледжа, Минишевой Венере Мухтаровне, Исинбаеву Мавледе Каримовне и Давличиной Равзане Рафиковне. Захватывающие, а иногда и волнующие выступления никого не оставили равнодушными. Они говорили о преданности к служению Отечества, значимости службы в армии для каждого настоящего мужчины. Второй год службы, конечно, успешно закончил. Мы даже не знали. Сам добровольно подписался, то есть подписал контракт на три года и остался служить дальше. Ну, как уже говорили, был инструктором спецроте, разведбатальоне. У него был ветеранский отпуск, вот есть и ветеранские удостоверения. Каждые три месяца приезжал домой на отпуск на 15 дней. Восстановился в университете заочно, приезжал каждый раз сессию сдавать в Манитаворск и через три месяца всегда бывал дома. Между выступлениями участники вечера с удовольствием слушали и смотрели музыкальные номера, просмотрели сценки из армейской жизни, подготовленные студентами. Встреча закончилась вручением памятных подарков всем гостям мероприятия. Лесон шымголу Федерг Белалзуфар Алибаев и Норкрымғушын службы новостей. Кесе район мәдәниет ертінда атақлы қорайсы Дәулетғалы Хасанов исеміне арналған төбе кара қорайсылар бәйгі озы. Бәйгі барышын бәбдің ижадет үркімді көветті. Дәулетғалы Хасанов исеміне арналған бұл бәйгі 2 илға 1 бұла. Бұнда ғайбулы, баймақ, әбиялел, ең сұрар айындары әмсі бай қаларынан қорайсылар елған иіне. Құрайсылардың офталығын Башқұрдыстан Республиканың ад қадынған мәдәниет қыдметкәрі, Қалықара Құрайсылар бәйгіләрі лауреаты Нұрғали Кейіп Бергін, Башқұрдыстан Республиканың ад қадынған мәдәниет қыдметкәрі, Халық Арақ Курайслар бейгилеры лауреаты Хайбулар Айнның Курай Ишмахер Айси Илдар Юнызов. Элкан Курайсы Ануэр Аслай Бахалангалар. Мұна шындай саралар өткәріу райының сұр сара өткәріу бік хейбәт, сөн ке ештергі тәрбе еберем. Мұна бұрынғы бідің традиция, традицион, шындай ойының башқар ұстыды құрайслардың алымдарын алып үрінелері ұлар. Әбі шауылында туып өткән дөң өткәрі ғалі Қасән әдданлықлы құрайсы. Құрайда ойналда өттер өзі 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 алған. Жүрін бағалары бұйынса ғран-принің ең сұра райының Артур ғайсәріф яуаны. Ансамбл арахында діріншілікті шүлай оқ ең сұра райыны құрайсылары алды. Әйсән үшін құлы Фидарид Билалу Зіфәр Әлібаев Айнур Ахмадыф яңылықтар құдмәті. Шишән бүкінді Илес ауыл мәдәнеет ертінді Шаяндар әм өтқырдар күлбінің ойыны өтті. Бұл бәйгі қатын қызар ойыш маға арахында мәдәнеет еліна арналды. Құдықлы ойын барышын тамашыларымнан бірге бөзін ұжадет өркімді көзетті. Шаяндар әм өтқырдар күлбінің ойынында Ахиар Ауыл Биламәнің Хайбрински жәншіні, Федоров Ауыл Биламәнің Туғандар, Әмияңы ерген ауылнан Илес қарт келендәрі командалары қатнашты. Бұл ғиылда біз мәдәнеет еліна бағышылақ, қатын қызар сәветтарын еңлендіреу ойыштырын мақсатында, мұна үшіндай қатын қызар лигі, оның ісемі егедінсі Март құлышы тип атанық. Әм мұна бұл сарамынан біз ұшы қатын қызар сәветтінің үшін еңлендіріп, балаларды өстіруіде яңы құлыш беріп, ұшындай қатын қызар хәрекетін еңлендір мақсатында ұшындай қатын қызар лигі көвейін бақшарға енді. Конкурс ғадеттегісі өз өтаптан тұрды. Бірінсі ғандар шаяндар өтберімен таныштырғалар, артабан енді түрлі хайраударға яуап беріп, ұтқырлықта көз қынаштылар. Өсінсі тұрда ұйхе қызлар үжәзі әләттәрін көр әтті. Бүтік командалардың дәйірлік, сұғыштары, сағыштырмасыла яқшы кемелді бұлды. Әйінді олардың нетиклім тапқыр, шаян бұлыларын, район өвәгінден келген қынақтардың да бағалау өттәліме яуапылы құйыметті. Ашылайда олар ғанатманы. Кедровка ауылы білеміға қатындары яңығына сәхнері тәжіріпе топылай башыланы. Бұл елі олар башқа бейгілермен сағыштырғанда көп кәй ақшырақ ойын көр әтті. Қайберінске жүйіншіні командығы ИХ, әр уақыттағысы тамашысыларды ойынсерікі еңірмінен қауандырды. Әйінде Илес қарт келіндәрі командығының сағыштарын зал әр уақыттағысы алқыштып қарша алды. Әйінде қарша алды. Құсіргәнішті қыбыққа ярыш барышында Федоровқа ауыл биләмі әкомандығы өсін сұғын алдылар. Ақиар ауыл биләмі әкомандығы икін сұғын еланылар. Әйінде қарт келіндәрі бірінсілікті бірмәні. Икі күн қалғанда енді 16-ғы бір қатын қыдылармен ұшы күлгайынға әдірләне башланық. Қатын қыдылар бүтті әлі үшілегіз, вақытлары әрбұлды, көніні үкі тапқыр келіп, бір сағат үсті өсті өстірісақ, икін сағат кескі егіділерден. Қатын қыдылар мен қошай өрініп, бүті қатын ұшқан қатын қыдыларға ұлы рәхметімді білдірім. Ауылды кел ұшайтып, әдір жүветтіп тұрып, тұрғындар, алла бір әгіл, шұлай актив бұғындар. Оларға еміннік, қаулы, ғайлі бәқытты үшілерінде оңыштар тілайым. Шұлайтып, ғузай заттарды бірләштірі, олар арахандағы дофлық ептәрінің ғытыуға юнәл тілган сара өт мақсатына ерішті бұғай. Ләнзен үшім ғылығы Фидарит Билауыф, Илнар қырым ғужын, Яңылықтар қытбәті, Илес Аулы. На этом наш выпуск новостей подошыл к концу, и я с вами прощаюсь. Приятный вам вечер и хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова